добрый день с вами снова я Марина Морлок сегодня воскресенье Руслан уехал на рачу выключать озоногенератор а мне надо было в Ходьково в банке снять деньги мне потребовалась наличность и вот я сделала себе пропуск в Ходьково до банка с деньги сняла и обратно я решила пойти другой дорогой чтобы немножко с вами Марина Морлок поизучать город потому что я живу в Ходьково с октября города я вообще не знаю кто-то спросит где что находится я не в курсе потому что я думала я тут буду гулять а так получилось что когда я сюда приехала в октябре я особо не гуляла я как раз вскоре познакомилась с Настей на выходные я к ней уезжала все время а в будни я на работе постоянно особо и не погуляешь и вот что-то только-только а потом уже начался коронавирус уже началась вот эта вот вся изоляция и особо не погуляешь вот сейчас я только вышла сделала себе пропуск и думаю все-таки пройдусь хоть посмотрю хоть на город а то как бы я живу на окраине города самого я и не вижу толку я смотрю что тут нормальные есть дома прикольные в кирпичные еще в советское время построены такой стеной и судя по качеству строительства он кирпичный там уже рыжий новостроенный дом то есть хоть кого не был бедным городом в советское время видимо что-то тут производили тоже такой серьезная судя по тому что дома-то построены такие добротные это не хрущевские пятиэтажки ну конечно дома тут есть разные есть вот там где я живу а есть и такие очень даже неплохие даже сейчас вон какие главы и балкончики вот уже какие-то я не знаю то ли это новострой то ли это старые дома просто облицованной плиткой тоже интересные такие и много зелени и вот меня больше всего поразило вот эти вот это и вы я вот поэтому даже я сначала не планировал снимать я думаю я так прогуляющий все нашла шла шла и увидела вот эти и вы здоровые ну очень толстые и вы и они еще ограждены ограждением правда ограждение старое зарастает все это лопухами но явно вот по тропиночке я шла явно не просто так такие и вы посажены это вообще они такие я сначала выдала не могла понять что тубы такой толщины я вообще ни разу не видела и в такой толщины надо подойти посмотреть что это и рядом тут молодые какие-то вот какой-то клён тут растет там на той стороне тоже огромная его уже на половину обломавшиеся но это явно это какие-то очень-очень старые и вот тут вообще очень много старых сосна тут еще и его вот с другой стороны но смотрите у них такая высокая верхушка и толстые стены и стволы им я не знаю сколько лет им наверное точно лет сто есть если не больше сайте у них дырки они огорожены то есть это явно не просто так это кто-то тут посадил и простые его все сразу что-то толкиеновские энты вспоминаются помните пастори деревьев что-то такое впечатление что это они пастори деревьев тут прикинулись ивами ну и дальше уже черенок порастет смотрите что-то написано дорогой друг ты стоишь под самыми старыми ивами в нашем городе судя по обхвату ствола от 5 до 4 до 5 метров им более 150 лет срок жизни в среднем и в среднем 100 лет ну да это не дубы срок жизни и в среднем 100 лет перед ивами прошла вся история деревни митина с 15 16 18 18 по 20 век как было принято в старину жители деревни обсаживали дома ивами для защиты от пожаров здесь жили рабочие терракотового завода дунаева и резчики абрамцевской артели творили художники репин и коровины писатель щергин здесь написал сказку о волшебном колечке ой я смотрела эту сказку читала и смотрела в 20 веке и вы пережили войны из 1949 года стали уже жителями города ходькова на планете и вы оставили отпечатки еще в меловом периоде и в около 170 видов как деревьев так и кустарников все они полезны их разветвленные корни укрепляют берега рек и каналов предохраняют почву от эрозии листья идут на корм животных цветов цветов пчелы берут мед древесина годна для строительства из ивы не только плетут изделия но и извлекают ценные танин и солицин для лекарств людям и в издревле считается священным деревом поэтом а в православной традиции на вербное воскресенье заменяет пальму береги человек своих зеленых друзей и помощников вот что это такое тут еще колонка рядом с которой берут воду и да тут кстати вот уже вырос американский клеон вот он любитель расти да и его кстати она прям сейчас цвете ну по мне то она не цветет она уже отцвела в общем это здоровые очень нивы они ограждены ограждением да наверное очень-очень много лет тут крапива растет хочется даже подойти потрогать я чтобы не было сейчас вот этого режима самоизоляции масочного режима можно было бы тут пофоткаться и там кстати на той стороне еще одна его не менее толстая чем эти две но это прям с дуплом в общем да какой-то реликтовые деревья рядом с городом пушкина тоже есть пушкина до город пушкина пушкина этого ленинградской области московской области пушки но я там работал и там тоже есть реликтовая роща где мамонтовская и там огромные огромные растут сосны вот прям вот там вот кусок вот этого реликтового леса видимо сохранился и там очень большие сосны а тут вот и вот две которые стали жителями ходькова мне хочется прям подойти чтобы потрогать даже интересное такое дерево большое особенно у нас я понимаю да там на юге растут чина рыба у бабы но вот у россии для севера такое большое дерево очень странно выглядит прям как какое-то живое существо если подойду трава в россии и потрогаю да но еще такое дерево-то теплое как живое существо чувствую прям как эти талкиеновский пастырь и древ в общем вот такие вот здоровые с вами марина муров на память сфоткаюсь подъем сфоткаюсь заснимусь я бы со штативом бы пришла пофоткалась но я боюсь что меня это задержит что нарушаете режим самоизоляции и вы трогать и вы трогать и вот это прям на рост такой как березовая чага только это ивовая чага видно прям наверное там узора на нем очень здоровая еще раз покажу прикольно я люблю и вы я помню я в детстве тоже на озере отдыхала там большие такие бы много как будто записку то оставил нет учет нарисовано ничего не написано какие-то рисунки детские для ив а это его я не знаю она обрушилась или горела горела изнутри да смотрите что у нее внутри она пустая внутри в нее видимо попала молния или что-то еще и она горела внутри я что-то с той стороны пока читала я не заметила вот этого нюанса что внутри этой ивы пустая и там так много места потому что знаете почему дожди льют и образуется как бы дупло оно дерево изнутри начинает гнить 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 а потом я не знаю почему горят дубы если в них попадает молния это кстати мне рассказывала да ну что она это видел вот но вы бы вряд ли сможет выдержать даже такая попадание молнии скорее всего там какой-то причине другое она изнутри горела не знаю почему в общем такое вот дерево странно у меня сегодня очень странный поход тут вот колоночка где люди воду набирают но я пошла изучать деревья потому что я что-то таких давно не видела больших деревьев редко где такие встречаются такие вот ивы остатки реликтовых рощи поселения тут продаются дома а так вообще красиво все цветет вот воде воду люди берут с того не так все такое цветущее но прохладно потому что черемуха цветет и все время спутники цветения черемухи это похолодание чем и похолодание конечно же ну в общем мне надо уже потихоньку двигаться так что дождик начинается а я зонтик с собой не взяла я забыла зонтик ну вот такая вот ива гремячая ива а может наоборот помните тоже у толкина была вот эта роща и там ива деревьев там что-то одного зажало хоббита ну вот в общем вот такая какая-то толкиеновская очень ива нереальная похоже на живое существо что есть то есть надо монетку закинуть сюда я обычно в воду кидаю монетки это не вода а трикошетила ну ладно дерево я думаю не больно а монетка это как бы как подношение вот такие вот дома ну дальше идут такие вот дома новые кстати прикольные но новое жилище Ходькова дорогое вот эти интересные такие балконы такие прикольные да это балконы такие прикольные панорамные не вот эти прикольные кстати но это наверное дорого будет стоить тут много смысла нет вкладывать в жилье а тут продается а вот еще одна ива тоже немаленьких размеров почему тут до Москвы все-таки ехать довольно весьма прилично вот мне так нравится честно сказать деревья всякие необычные старые тут клевые вот еще одна она за забором вот там забор я вижу такая вот она тоже большая здоровая но все же меньше чем те вон те ивы они вообще толстенные вот те толстенные а вот эта ну такая тоже толстенькая мощная а вон та вон так вот изогнута вот ну ладно пойду я собственно то режим изоля масочная изоляция а я вышла я уже что-то не могу дома сидеть я уже вышла я уже что-то не могу меня такое впечатление что не знаю даже может я уже переболела может уже все вот это прикольно кстати вот мне нравится очень как это выглядит сколько интересно это стоит все дорого наверное вот 4Б корпус прикольный ну тут дорога но она спокойная ну вот этот даже покруче этот кирпичный дом в общем тут много всего интересного кусты такие гламурные подстриженные не просто так это видимо какой-то дом такой престижный с такими балконами интересными и вот как-то контрастный город я даже что-то не ожидала мне почему-то казалось мне сказали в это в муп вот это рассвет вот в Ходьково жилья нормального мало а вот это вот оно пожалуйста мало построили не ну может мало но оно есть ну как бы и город небольшой так что вот так ну прикольно хотя там дальше завод большой действующий я еще хотела бы там дальше погулять но я что-то опасаюсь все-таки типа коронавирус как бы нежелательно желательно соблюдать режим самоизоляции нежелательно прогуливаться ну тут даже на первом этаже балкончики вот в таких домах тут можно и на первом этаже жить а что прикольно улица Королева ну и дальше уже вот пошли такие советские советские застройки советского плана в домах да дождь пошел дождь мне как бы говорит что надо возвращаться нечего тут интересно конечно полазить все такое интересное но дождь как бы говорит мне что нужно домой идти что не надо ну там детские площадки тут стоянка для машин не надо лазить особо тут и там а надо уже двигаться в сторону дома двигать ну там понятно там продолжение домов вот такие я видела такие в Правдинском в Москве домах прям на голову дождик закапываю пойду дальше а тут еще и березы тут вообще такие вороны на березе каркают так вообще живописненько живописненько вполне неплохо свежо так пахнет хорошо похоже на Александров тоже такая улочка зеленая ивы старые такие домики ой вот у меня у сестры моей бабушки был такой домик я туда и летом ездил ну там уже пошло современное строительство дождь что-то прибавляется так чувствую надо мне уже закругляться и быстрее эти дамы так что ладно ребят спасибо всем кто меня смотрел с вами была Марина Морл я усовываю нос из-под маски потому что если я маску надеваю у меня все очки запотевают вот оно что Михалыч в общем с вами была Марина Морл спасибо всем кто меня смотрел спасибо всем кто гулял со мной сегодня в Ходьково это другая часть этого красивого города так что всем спасибо всем счастливо пока пока спасибо всем пока спасибо всем пока спасибо всем пока